приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том как вы можете привлечь свою жизнь определенные жизненные блага и это вы можете сделать с помощью нитью судьбы также в этом видео уделим внимание к как такую нить заговорить какие основные принципы ношения как ее заговорить от сглаза и порчи и использовать как для себя так и для близкого человека обязательно досмотрите это видео до конца обязательно подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми кому вы считаете что эта информация будет болезна и важно красная нить является одним из мощнейших оберегов она охраняет человека от негативного колдовского воздействия привлекает любовь привлекает счастье удачу и деньги и цвет такого оберега имеет особое значение именно красный цвет красный браслет отпугивает злых духов наделяет своего хозяина защитой от недобрых людей и служит духовным щитом считается что оригинальная нить она изготавливается именно в израиле является более мощным оберегом но если у вас нет возможности и приобрести не расстраивайтесь потому что вы сами можете сделать такую красную шерстяную нить и сделать ее волшебной можете это сделать в домашних условиях и при помощи специальной обрядовой магии почему считается что именно в израиле такая нить именно делается оригинальная сила оригинальной нити связан с особым ритуалом который проводится именно в гробнице рахили и согласно учению каббалы рахиль является прародительницей всего человеческого рода величайшее и стремление охранять своих детей от зла поэтому ее захоронение считается священным израильский обряд изготовления амулетов заключается в том что гробницу рахилию обматывают красными нитями а затем разрезают на маленькие кусочки кто был статья в израиле в этом месте обязательно напишите в комментариях и расскажите как вы себя чувствовали в этот момент находясь в этом месте ну а те кто не был в израиле или у кого нет возможности то вы можете сделать такой оберег своими руками и вам не понадобится никаких специальных знаний или каких-то особых схем для этого вы берете обычную нить которую затем оборачивайте вокруг запястья и произнося особую молитву можно использовать и шерстяной нить и мулине чтобы самостоятельно сплести оберег следует взять три пряди ниток и заблести их в хаск в косичку выросли будет мощнее если это сделает любимый человек получившуюся косичку необходимо обернуть вокруг левой руки и завязать на 7 узелков верующие могут прочитать молитву отче наш или богородица дева радуйся или другие моления в зависимости того что вы знаете и что в тот момент когда вы будете делать этот оберег вам захочется говорить и в этом случае оберег будет не менее мощный и помните друзья вы наверное иногда видели такой вот оберег с бусинкой или какой-то небольшой подвеской знаете что дополнительные предметы усиливают защиту этого талисмана поэтому подобранная вот маленькая такая подвесочка им будет иметь особое значение и энергетику поэтому нередко для красной нити вы можете подобрать и следующие амулеты листик клевера для привлечения удачи крестик это как христианский символ хамса или еще по-другому араба иудейский амулет в форме ладони многие знают об этом амулеты это для защиты от зла и привлечения удачи вашу жизнь бусина виде синего сглаза знайте это от порчи защитные талисманы всегда делаются только на убывающую фазу луны если мы говорим амулеты на деньги на исполнение желания обретения любви и другие обряды позитивного характера выполняются только на растущую луну люди с ослабленной энергетикой который неважно чувствовать себя после работы после ссоры или даже после посещения многолюдного места им потребуется обязательно защитный талисман как мы говорила как мы говорили о том что он делается из красной нити и подвески и наиболее мощными оберегами от сглаза считаются хамса и синий глаз синий глаз для браслета должен быть сделать и сделан быть из натуральных материалов это керамика или стекло пластмассовые подвески помните не обладают защитной функцией хамса обладает сильной позитивной энергетикой такой амулет защитит вас от сглаза и привлечет положительные события вашу жизнь если выбирается такая подвеска то желательно чтобы она была изготовлена из серебра серебро это сильный достаточно металла который впитывает в себя негативную энергетику если завязать красную нить у вас некому то вы можете изготовить амулет и самостоятельно для этого также следует взять красную веревочку по желанию добавив одну из двух подвесок от сглаза примерно на одинаковом расстоянии друг от друга завязываются 9 узлов при этом произносятся следующие слова красная нить меня огради от беды защите от лихо неминучего болезни ползучий не друга подзаборного веса непокорного огради меня каменной стеной высокой горой закрой меня девятью замками до девятью ключами слова моё не перебить аминь и затем веревочкой обвязывается именно левое запястье время от времени вы можете начитывать на нить заговор еще раз не снимая с руки это только добавит талисману силы чтобы защитить близкого человека от дурного глаза и неприятности вы можете взять три отрезка именно красной нити из шерсти шерсти длина от плеча человека до кончика его среднего пальца нить отрезается ножом движением именно от себя затем на одной из нитей завязывается узел при этом произносится следующие слова круг замыкается а называйте имя человека от погубы хвори колдовства сглаза пакости до поветрия закрывается затем необходимо дать человеку на которого делают делается талисман конец этой нити в левую руку и начинаем плести косичку произнося следующие слова косу узлами заплетаю а называйте имя человека от пагуб хворей заклятий страсти кручин скорби даст стенаний испугов до страданий заговоров наговоров лихих людей закрываю узел заплетается а имя а называете имя от всякого лукавства закрывается заговор произносится до тех пор пока не будет сплетена косичка по длине равная окружности запястья завершается плетение следующими словами лег защитник денно и ношно на страже стоит моего дела никому трогать не велит боги мой заговор берегут снять его никто не сумеет так а будем плетение завязывается на руке человека и во время завязывания последнего узла произносятся следующие заключительные слова круг замыкается а называйте имя от погубы хвори колдовства с глаза пакости до поветрия закрывается